Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов LikeFilm. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Привет, Джули! Джули Бейкер, увидев Брайса Лоски, сразу же в него влюбляется, а сам Брайс, наоборот, сразу же начинает питать антипатию к Джули. Но потом, после восьмого класса, Джули теряет интерес к нему, а он, наоборот, начинает находить в Джули что-то интересное. Великий Гэтсби, 2013 года Весной 1922 года, в эпоху разлагающейся морали, блистательного джаза и королей контрабандного алкоголя, Ник Каррауэй приезжает из Среднего Запада в Нью-Йорк, Преследуя собственную американскую мечту, он селится по соседству с таинственным, известным своими вечеринками, миллионером Джейм Гэтсби. А на противоположном берегу бухты проживает его кузина Дейзи и ее муж, повеса и аристократ Том Бьюкенен. Так Ник оказывается вовлеченным в захватывающий мир богатых, их иллюзий, любви и обманов. Он становится свидетелем происходящего в этом мире и пишет историю невозможной любви, вечных мечтаний и человеческой трагедии, которые являются отражением современных времен и нравов. Волкс Уолл-Стрит В 1987 год Джордан Белфорд становится брокером в успешном инвестиционном банке. Вскоре банк закрывается после внезапного обвала индекса Доу-Джонса. По совету жены Терезы, Джордан устраивается в небольшое заведение, занимающиеся мелкими акциями. Его настойчивый стиль общения с клиентами и врожденная харизма быстро дают свои плоды. Он знакомится с соседом по дому Донни, торговцем, который сразу находит общий язык с Джорданом и решает открыть с ним собственную фирму. В качестве сотрудников они нанимают несколько друзей Белфорта, его отца Макса, и называют компанию Стрэттон Оукмунд. Кристер Робин Время 2011 года Добро пожаловать в мир, где время стало единственной и самой твердой валютой, где люди генетически запрограммированы так, что в 25 лет перестают стареть. Правда, последующие годы стоят денег. И вот, богатые становятся практически бессмертными, а бедные, как всегда, обречены сражаться за жизнь. Уилл, бунтарь из гетто, несправедливо обвинен в убийстве, с целью грабежа времени и вынужден, захватив заложницу, пуститься в бега. Так, ежеминутно рискуя жизнью, эти двое становятся грозным оружием в борьбе с системой. Но вот вопрос, кто кого? А может быть в дело вмешается третья сила? Субтитры сделал DimaTorzok Моя жизнь. С самого детства главный герой влюбляется в футбол и мечтает стать великим футболистом, чтобы сыграть свой важнейший матч. Следуя своей мечте, ему приходится отказаться от любимой девушки и выбрать путь футболиста. И вот, когда остается один шаг до заветной мечты, судьба распоряжается по-другому. Мир перестает существовать, ведь он не только теряет возможность осуществить свою мечту, но и теряет своих родных, любимых людей. Как не сломаться, следовать своей мечте и вернуть свою любимую? Или она так и не смирится с его выбором стать футболистом? Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Зои. Зои и Коу – ученые будущего, которые разрабатывают идеальных романтических партнеров, синтетиков. Их цель – избавить людей от одиночества и неразделенной любви. Но чем дальше они продвигаются в своих экспериментах, тем сомнительнее выглядят результаты их работы. Кюльпанная лихорадка – романтическая история 17 века, в которой художник влюбляется в молодую замужнюю женщину. Вместе они решают заняться рискованным цветочным делом в надежде построить свое будущее. «Ла-Ла-Лэнд» – это история любви старлетки, которая между прослушиваниями подает кофе состоявшимся кинозвездам и фанатичного джазового музыканта, вынужденного подрабатывать за штатных барах. Но пришедший к влюбленным успех начинает подтачивать их отношения. Парни со стволами – реальная история о приятелях-планокурах из Майами, умудрившихся выбить в Пентагоне контракт на 300 миллионов долларов на поставку оружия. Субтитры создавал DimaTorzok Пишите в комментариях, такие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!